МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями последнего дня этой рабочей недели вас познакомят журналисты новоуральской вещательной компании. Власти Екатеринбурга утвердили концепцию реконструкции стадиона чемпионату мира 2018. Один из трех вариантов переделки центрального стадиона областное правительство скоро презентует в Москве. С четверга по воскресенье в Первоуральском комплексе Гагаринский проходит молодежный форум Евразия-2014. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники областной госавтоинспекции предостерегают. В Екатеринбурге ожидаются аномальные снегопады. Более 200 пожилых людей получили подарки, собранные новоуральскими волонтерами в продуктовых магазинах с помощью неравнодушных горожан. Теперь об этих и других темах подробнее. В начале коротко о федеральных и областных темах. В России полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Напомню, он пройдет с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 городах нашей страны. Москва будет представлять центральный кластер. Северо-западный – Калининград и Санкт-Петербург. Волжский – Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск. Южный – Ростов-на-Дону и Сочи. И уральский кластер представит Екатеринбург. Сегодня совместная делегация представителей Международной федерации футбола, ФИФА и Оркомитета России 2018 проводит первый официальный инспекционный визит на заявленные российские стадионы. Визит с инспекцией продлится до 23 октября. Санкт-Петербург и строящийся стадион на Крестовском острове были проинспектированы первыми. Работы на арене «Зенита» выполнены на 70%, заявил журналистом пресс-секретарь вице-губернатора культурной столицы Даниил Борисов. «Зенит-арена» должна быть сдана к июню 2016 года. Что касается стадионов уральской столицы, в Екатеринбурге утверждена новая концепция реконструкции центрального стадиона. Вчера губернатор Евгений Куйвышев провел градостроительный совет по вопросу реконструкции стадиона, который в 2018 году станет главной спортивной ареной Екатеринбурга во время матча чемпионата мира. Предварительно на уровне Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области был проведен технический совет с участием членов Союза архитектора Свердловской области. По его итогам был одобрен вариант реконструкции центрального стадиона, предусматривающий реконструкцию стадиона как футбольной арены, с дальнейшей проработкой по некоторым направлениям, позволяющим сохранить все существующие предметы охраны культурного наследия и достичь вместимости 35 тысяч зрителей на период проведения чемпионата мира. В резиденцию Свердловского губернатора прессу не пустили. Однако известно, что на Градосовет было вынесено три варианта реконструкции в связи с недавно измененными требованиями FIFA. Вместимость стадиона должна быть 35 тысяч зрителей, а не 45 тысяч, как предполагалось ранее. Добавлю, презентация утвержденного варианта реконструкции на днях состоится в Москве. Сегодня в Первоуральском физкультурно-оздоровительном комплексе Гагаринский прошло официальное открытие молодежного форума «Евразия-2014». Участников слета приветствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Рассказывает Анна Акрамова. На четыре дня комплекс «Гагаринский» объединил более 500 активных и творческих молодых людей. Участники «Евразии-2014» приехали в Первоуральск из 12 стран мира. Это активисты добровольческих и волонтерских молодежных объединений, общественники, представители творческого сообщества, люди с инвалидностью, рабочая молодежь, студенты. Среди участников и делегация от Новоуральска. Сегодня всех, кто приехал на форум, приветствовал глава региона Евгений Куйвышев. О днем ранее с молодежью общались депутат областного ЗАГС собрания Алексей Коробейников и депутат Государственной Думы Александр Петров. Нам очень важно понимать, какой будет Россия и какое будет гражданское общество через 20 лет. Все-таки это будут ребята, которые будут представлять не просто население, а будут представлять гражданское общество. Поэтому мне интересно с ними работать, мне хочется им высказать свою позицию. Кроме того, мне очень хочется понять, как молодежь в Урала, какое мнение имеет о Государственной Думе. Я хочу в парламентской газете опубликовать то, что они напишут. Поэтому мы с ними будем еще писать короткие сочинения. Первый день был больше ознакомительный. Участники общались неформально. В рамках события прошли также лекции и мастер-классы от известных политиков, ученых, приглашенных тренеров, успешных предпринимателей. Нужно понимать, что все вопросы, которые в дальнейшем стоят перед политологами с точки зрения привлечения электората на свою сторону, убеждения их в совершении действий. Это все инструменты маркетинга в том числе. И чем больше инструментов знает молодежь, чем эффективнее в дальнейшем она будет работать на политическом поле. На форуме участникам предстоит разработать проекты, касающиеся систем благотворительной деятельности, дополнительного профессионального образования, коммуникаций в социальных сетях и новых медиа. Проект, победивший в конкурсе, будет рекомендован к поддержке властям Свердловской области. Об итогах форума и результатах участия новоуральской делегации, в которую вошли волонтеры, представители молодежной администрации, работающие молодежи, предприниматели, расскажем в понедельник в выпуске новостей. Анна Окрамова, Никита Евсеев, Новоуральская вещательная компания. Далее информация для тех, кто планирует выходные провести в уральской столице. В Екатеринбурге ожидаются аномальные снегопады. По данным Гидромедцентра, на территории Екатеринбурга 18 и 19 октября ожидается выпадение аномальной нормы осадков. На уровне 22 мм ожидается в субботу, 18 октября, и до 16 мм – в воскресенье. Также есть вероятность, что снег будет и в понедельник, 20 октября. В связи со сложными метеоусловиями, администрация Екатеринбурга просит жителей отказаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости. А какая погода ожидается в Новоуральске в выходные дни, узнаете в конце выпуска. А сейчас к другим темам. В один день, в одно время, школьники из 22 городов присутствия госкорпорации «Росатом» участвовали в метапредметной олимпиаде. Что это такое, в чем суть задания, узнала Анна Акрамова. Метапредметная олимпиада прошла в рамках проекта «Школа Росатома». Вчера был городской этап. В Новоуральске ее провели на базе 54-й школы. Что такое обычная школьная олимпиада, всем хорошо известно. А метапредметная – особый вид испытаний для школьников. Приставка «мета» с греческого обозначает абстрагированность, обобщенность, промежуточность. Следовательно, в метапредметной олимпиаде ученики проявляют аккумулированные знания по разным дисциплинам. Навык работать с незнакомыми людьми, с незнакомыми материалами. Когда нужно сконцентрировать внимание, не все же это умеют. За час прочитать самостоятельно текст, распределить все групповые задания. Вот эта команда сборная, когда дети разного возраста, из разных классов, но пока одного образовательного учреждения. Всего участвовало 13 команд, практически из каждой школы округа, включая сельские территории. В командах 4 человека – ученики 5, 6, 7 и 8 классов. Дети таблицу умножения выучили давно, а на олимпиаде им было предложено изобрести новые способы умножения. Методы ученики объяснили буквально – на пальцах. Палец правой руки средний – это 8. Пальцы левой руки – от 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Палец правой руки мы сопоставляем, например, с единицей. Считаем количество пальцев, получившихся сверху, то есть 4 и 2. Перемножаем – получаем 8. То есть 1 умножить на 8 – получается 8. Эти пальцы мы не считаем. И так же с остальными. Было необычно, что умножение на пальцах. Я даже не знала такого никогда. Много нового из этих исследований. То есть мы не только их делаем, только для того, чтобы их представить, а для того, чтобы для себя что-то новое тоже узнать. Научились более глобально размышлять. И нам помогли именно эти задания. После работы в группах участники публично защищали изобретенные ими способы умножения. А жюри подвело итоги. Так, на первом месте команда городской гимназии. На втором – школа 54. На третьем – ученики 40-й. В декабре в нашем городе пройдет финал школы «Росатома». В Новоуральск приедут команды-победители из 22 городов. Команда-финалист в качестве призом поедет отдыхать в «Орленок». Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В зале городской администрации сегодня прошло совещание по вопросам формирования внутреннего заказа на продукцию на основе углеродного волокна. Представители холдинга «Композит» провели презентацию своей продукции и поучаствовали в дискуссии о возможностях ее использования в нашем городе. Рассказывает Антон Сапогов. Российский холдинг «Композит» является одной из трех компаний в мире, сумевших выстроить полную технологическую цепочку производства продукции на основе углеродного волокна. От проекта до готового изделия. В России это единственное такое предприятие. Глава города пригласил руководство холдинговой компании к сотрудничеству. Давайте начинать работать. Если Новоуральск станет еще одним из центров производства материала с композитом, нас это вполне устраивает. Мы здесь готовы рассматривать все проекты. И с точки зрения имущества, претеренции разных, создание, естественно, для нас новых рабочих мест. Ну и само по себе это достаточно продвинутая тема. Мы готовы в этом деле участвовать. Специалисты холдинга провели презентацию его возможностей. Собравшихся заинтересовал рассказ о продукции холдинга. В том числе водопроводные трубы, которые не гниют в земле, асфальт со специальной крошкой, который держится вдвое дольше обычного, арматура для строительных конструкций, которая прочнее железа и многое другое. Продукция 21 века. Презентация всех впечатлила. Далее началась дискуссия. Потенциальный объем нашего рынка для такой продукции около 200 миллионов рублей в год. Ну а так, если в целом, просто по цифрам мы сидели, анализировали, примерно рынок по городу будет, скорее всего, свыше 200 миллионов рублей. То есть по всем параметрам, где это возможно применение, это пока вот просто по первым прикидкам. Если под это будет соответствующая нормативная база подведена, мы будем в этом направлении работать. Гости заинтересовались такой суммой. Они хотят изучить наш рынок и продавать свою продукцию нашему городу. Со стороны холдинговой компании любые технические консультации, сопровождение, вплоть до проектирования, выезда на объекты, проведение обследований и применение готовой продукции. В свою очередь наш город и Свердловская область хотят организовать в Новоуральске производство композитных материалов. Мы готовы с вами работать. А вторая-то часть, как Новоуральск может участвовать в производстве и потом дальше, как это экстраполирует на программу области, одно дело использовать, так сказать, и укрепление конструкции, значит, промышленных зданий, там, мостов, я уже говорил, больше ста мостов требует усиления, там, и прочее, прочее. А производство изделий из композита вы рассматриваете в Свердловской области, конкретно на Новоуральске? Значит, вот дан случай и цель этого совещания, для нас это понятно, что и новые рабочие места, и новые технологии, которые в городе будут применяться и разрабатываться. Я повторюсь, наша задача как раз и найти в рамках тех программ региональных, которые сегодня утверждены, либо готовятся и разрабатываются, те необходимые для загрузки, полной загрузки этих новых производств, объемы потребления этих материалов, и, соответственно, при наличии этих объемов, безусловно, локализация этих производств на территории региона. Безусловно, это одна из задач. До тех пор, пока не изучен рынок сбыта для продукции холдинга в нашем регионе, создавать здесь новые производства не имеет смысла. Эту мысль несколько раз повторял исполнительный директор холдинга. Но Владимир Машков продолжал подчеркивать мысль о перспективах строительства в нашем городе нового завода. Вот, условно, я еще раз говорю, мы делим это горе на два пункта. Первое, это использование вашей продукции. Второе, возможность организации здесь производства. Какого, посмотрим, давайте вместе. Значит, тем более, действительно, опыт, ну, исторически так, а где, как в Минуральске, там 30-50 лет мы занимались этим давно и занимаемся дальше. И для этого есть соответствующие компетенции, так сказать, люди, вот, умение там и понимание этого вопроса, и достаточно глубокое. Поэтому в этом плане, вот, как бы, ну, подводя черту, всем спасибо, значит, дополнительно, пожалуйста, пообщаемся, у меня тоже есть кое-какие вопросы, но уже в рабочем порядке. К разговору о перспективах сотрудничества активно подключились руководители Росатома и областного министерства промышленности. Можно ли после того, как уже будет там через три, через четыре недели сформировано некое понимание по Новорайскому городскому округу и по предприятиям топливной компании ТВЭЛ и госкоперации Росатом на Новорайской площадке выйти на уровень уже Свердловской области, пригласить представителей других муниципальных образований для того, чтобы показать, как это реализовано в НГО, для того, чтобы тиражировать и сделать общую программу? Давайте мы будем двигаться все-таки поэтапно. Я бы начал с нормативной базы, сегодня было совершенно правильно сказано. Далее, когда у вас появится пилотный проект на территории Свердловской области, пусть это будет на Уральске, я думаю, что это даже такой оптимальный город, здесь и кадры есть, и инфраструктура, значит, находится под надлежащим контролем находится. Поэтому, если пилотный проект у вас пойдет, я думаю, что мы вас и на муниципалитеты выведем, и торгово-промышленная палата, куда вы, безусловно, войдете, значит, будет вам в помощь. Вот, но вот на сегодняшний день, вот смотрите, выведем мы вас на любой муниципалитет, на любое предприятие, значит, руководитель предприятия, либо мы расспросят, а где это можно посмотреть и уже потрогать, а с кем можно переговорить, понимаете? То есть вы получите еще несколько таких же презентаций с точно такими же вопросами, и будет, может быть, максимум протокол, понимаете, о каких-то там намерениях. Поэтому я предлагаю двигаться поэтапно, органы исполнительной власти всегда к вашим услугам, я думаю, что мы как партнеры будем работать, но я думаю, что мы начнем с того, что вас заведем на площадку торгово-промышленных палат, вы очень качественно должны поработать здесь, в Новоуральске, значит, запустить пилотные проекты, ну, и, безусловно, если те результаты, которые вы нам сегодня, значит, показали, да, значит, прогнозируемые результаты они будут, то мы привезем сюда и председателя правительства, и, я думаю, губернатор Владимир Николаевич, и, значит, конечно, значит, прототип вот этих вещей будем мы тиражировать на другие муниципалитеты. Я считаю, что принципиально мы договорились вот в этим уважаемым и авторитетным, в первую очередь, с точки зрения компетенции технологических собраний, значит, мы готовы работать, цифры озвучены, суммы озвучены, значит, если будут иные предложения, в том числе и со стороны руководителей города, подразделений, мы готовы их рассматривать в оперативном порядке. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Под таким девизом свою помощь оказывают волонтерские отряды нашего города. Развитие и поддержка волонтерства в Новоуральском округе осуществляется администрацией города. Для таких целей создан совет, который проводит свои заседания в течение года постоянно. Подробности в следующем сюжете. Вчера состоялось очередное заседание Совета по развитию и поддержке волонтерства на территории Новоуральского городского округа, на котором рассмотрены основные вопросы деятельности. Сначала были подведены итоги городской благотворительной акции «Добро и милосердие из рук молодых», которая проходила с 22 по 27 сентября этого года. Что бы хотелось отметить? В первую очередь это отзывчивость наших горожан. То есть они не просто приходили, приносили там одну булочку хлеба или одну баночку тушенки, а некоторые жители даже приносили целыми полными корзинками. То есть специально заходили в магазин, набирали полную корзинку продуктов и отдавали нам волонтеров. Самое главное, что многим-то пожилым даже не столько нужны были эти подарки, сколько нужно было вот это внимание молодежи, то, что о них помнят, заботятся. На заседание объявили результаты первого этапа городского конкурса «Волонтер года-2014». В Комитет по делам молодежи поступило 11 заявок от волонтеров, представляющих разные отряды нашего города. 9 числа на базе 40-й школы прошел первый этап конкурса. Называется он «Полоса препятствий». После каждого конкурса участники получали определенное количество баллов. И уже по сумме этих баллов образовался некий рейтинг участников, начиная с первого и заканчивая 11-м местом. Но на этом конкурс не закончился, а конкурс продолжается. И следующий этап – это проведение социальной акции под названием «Доброе сердце». Волонтеры должны выйти в детские сады и организовать для репетишек любое мероприятие, которое подходит под рамки «Доброго сердца». Для дальнейшего включения в план проведения «Дни милосердия» на территории округа с 12 ноября 2014 года по 15 января следующего волонтерские отряды сформировали свои основные предложения. К примеру, проведение акции «10 тысяч добрых дел» и акции «Чудеса под Новый год». В заключении заседания ряды волонтерских отрядов города пополнились новыми участниками. К ним присоединился родительский комитет Новоуральска, который до этого времени работал самостоятельно. Михаил Козлов, Екатерина Павлюченкова, Юрий Михалев. Новоуральская учительная компания. Не первый год городская публичная библиотека совместно с управлением образования ведет городской проект «Лучше быть живым». Он направлен на профилактику среди старшеклассников основных проблем – ВИЧ-инфекции, алкоголизма, суицида и наркомании. Каждый возраст хорош по-своему, но в то же время в каждом свои особенности и сложности. Не исключением является и подростковый период. Психологами доказано, что школьники в возрасте от 13 до 16 лет все свое внимание уделяют тому, что их больше всего увлекает. Когда есть сопротивление, то человек не воспримет эту информацию никак. А мы ведь знаем, что, например, начинают потребление не просто кто-то чужой пришел, а кто-то такой же, чуть старше, может быть, подошел. Я предложила, покури. И сопротивляться очень трудно. Вот научить детей сопротивляться, отказываться, научить детей видеть мир без потребления. С целью активного участия старшеклассников в решении подростковых проблем детской библиотеки состоялся круглый стол на тему «Начни с себя». Он является продолжением мероприятий, проведенных публичной библиотекой округа. В прошлом году в рамках совместного с управлением образования городского проекта «Лучше быть живым». Этот проект направлен на профилактику асоциальных явлений в подростковой среде. То есть профилактика подросткового алкоголизма, табакокурения, наркомании. Форма достаточно сложная, потому что предполагается разговор с детьми. Этот круглый стол предполагает также разработку плана мероприятий на следующий год. Работать с планом мероприятия сегодня на круглом столе будут сами дети, участники проекта. Проект «Лучше быть живым» существует уже, работает достаточно эффективно два года. Инициировала его публичная библиотека. Результатом этой работы станет ролик-призыв, состоящий из материалов, собранных участниками данного проекта. Ролик покажет учителям, родителям, старшеклассникам. В проведении круглого стола приняли участие школьники 9-11 классов почти всех школ города. Больше всего школьников было из городской гимназии. Я была очень часто на таких мероприятиях, тоже в этой библиотеке и вообще. Я считаю, что это очень актуальный вопрос в наше время. И то, что проводят такие круглые столы и мероприятия, это очень важно и полезно. В ходе встречи старшеклассники написали несколько проектов, направленных на профилактику основных подростковых проблем, которые они в будущем смогут реализовать самостоятельно. Почему люди начинают пить в колледжении и ищут что-то новое? А на самом деле в жизни радости и в жизни так достаточно. Да. Можно проводить всякие движения, которые будут радованы. Наиболее интересными оказались проекты городской гимназии 57-й и 53-й школ. Михаил Козлов, Екатерина Павлюченкова, Юрий Михалев. Новоуральская вещательная компания. Вот уже полгода, как Новоуральская вещательная компания активно развивает свое присутствие в социальных сетях. Ежедневно сотни горожан посещают наши страницы и группы ВКонтакте и Фейсбуке, обсуждают события в Одноклассниках, следят за новостями в Твиттере. С этой недели мы решили представлять краткие обзоры всего того, что вызвало ваш наибольший интерес, какие посты набрали наибольшее количество лайков и какие события вызвали самую бурную дискуссию в новоуральском интернете. Традиционно на начало недели перекочевывают новости, не попавшие в эфир в выходные. Так случилось и с субботним розыгрышем призов одной из торговых сетей. Интересно, что дискуссия, развернувшаяся в интернете, возникла не вокруг мероприятия, а вокруг главного приза. Новоуральцы увлеченно обсуждали, как же именно молодой маме стоит распорядиться главным призом – квадроциклом, и сколько предстоит заплатить налогов. Следующим крайне важным с точки зрения интернет-сообщества событием в жизни города стал первый снег и вторничный туман. Социальные сети моментально переполнились фотографиями с этим природным явлением. Тщательно был задокументирован практически весь город. Самым резонансным сообщением недели можно смело назвать информацию об очередном нападении на подростка. Видео с домофона с изображением подозреваемого моментально разлетелось по страничкам пользователей. Все это наложилось на негативные воспоминания о недавнем жестоком убийстве ребенка в поселке Верхнемецкий. Активность горожан в обсуждении способов поимки предполагаемого насильника просто зашкалила. Кое-кто предложил даже организовать добровольческие поисковые отряды и патрули. Не удивительно, что когда буквально двое суток спустя появилось сообщение об очередной попытке нападения на ребенка в районе 49-й школы, градус комментариев накалился до предела. Захар Другов специально для Новоральской вещательной компании. И в завершении выпуска расскажу о погоде на выходные дни. Завтра, 18 октября, ожидается переменная облачность и снег. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Ночью минус 8, а днем минус 6. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. В воскресенье немного теплее, но тоже снегопад. Кстати, и в понедельник, 20 октября, тоже снег. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура ночью минус 15, днем минус 8. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. На этом все. Далее смотрите программу «Поздравляем» с ведущей Эльвирой Горлановой. Приятных вам выходных и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова